этот ролик я не смог найти в оригинале хотя раньше на youtube его видел ну вот не смог найти поэтому скачал его из какой-то подборочки про авиационные происшествия ну там у человека музыка уже наложена в нижнем правом углу он вообще какие-то полеты парапланов ставил то ли свои то ли чужие ну чтоб youtube его не забанил за воровство чужих роликов поэтому вот без звука этот ролик идет но не суть звук нам тут не особо нужен что мы тут видим взлетать дельталет пилотирует какой-то очень неопытный пилот может быть это даже первый его полет ну до этого он очевидно отучился с инструктором аппарат двухместный и вполне возможно что когда летал с инструктором все было хорошо а вот при самостоятельном полете скорее всего он сбросил газ испугался ну как я уже рассказывал после того как из аппарата вылезает инструктор аппарат становится намного легче и при той же мощности двигателя прокачка на взлете происходит намного больше и пилоту кажется что ноги выше головы и сейчас аппарат опрокинется на спину ну такого быть конечно не может но ощущение такое очень реальное у меня тоже такое было правда не в первом во втором полете я тоже там накосячил я уже рассказывал и пилот скорее всего здесь сбросил газ хотя изначально все сделал правильно прибрал ручку на разбеге но вот после сброса газа никаких действий ручка не происходит вот он сидит как замороженный не по крену не потангажу ничего не отрабатывает хотя ситуацию можно было спросить спасти просто элементарно перед землей отдается ручка от себя и отрабатываешь крен чтобы аппарат не завалился на бок все прекрасно мягко мог бы сесть ну вот он сидит как в кино смотрит ролик про самого себя ничего не делает заклинило его уникальность этого ролика в том что у нас есть второй ракурс камеры установлена на крыле поэтому можно все более крупно посмотреть вот видите он взлетает прибирает ручку все хорошо и дальше его клинит то есть он сбросил газ я предполагаю потому что видно что двигатель не остановился винт крутится вряд ли был отказ от мотора скорее всего был сброс газа ну вместо спасания ситуации пилота заклинило и вот аппарат завалился какой отсюда вывод пилота обучили инструктор выпустил его допустил к самостоятельным полетам но пилот так сказать морально или как-то психологически он не готов к активным действиям то есть сам факт что с инструктором он летал и взлетал и приземлялся вроде как было все хорошо этот факт еще ни о чем не говорит потому что с инструктором они летали в спокойной обстановке а вот как только у него ситуация вышла из-под контроля он перепугался его переклинило поэтому вот имейте ввиду если будете учиться и после того как вас инструктор выпустит допустит к самостоятельным полетам это еще ничего не значит это его еще не пилот вам еще до пилота тренироваться и летать и летать и вот это тот кто умеет выкручиваться из создавшейся обстановки а не сидеть сторонним наблюдателем второй ролик на ту же тему про сторонних наблюдателей которые сидят и ничего не делают это было снято у нас гостилицах 2007 2008 год зима я тогда учился только летать вот этот пилот не помню уже как его зовут по моему серёга фамилию не помню он уже летал самостоятельно спокойной обстановке и когда все шло штатно у него тоже получалось и взлетать и приземляться все было хорошо а в этот раз его просадила на заходе перед самой полосой и вместо того чтобы парировать эту просадку то есть отдачи ручки от себя либо дать полный газ уйти на второй круг ну какое-то действие надо было предпринять он ничего не сделал вот как в предыдущем ролике тоже сидит и смотрит в кино ролик про саму себя смотрит его просаживает он ничего не делает аппарат плюхается на полосу амортизаторы прожимаются по максимуму отталкивает аппарат от полосы он подпрыгивает ну и плюс при плюхании пилот инстинктивно немножко ручку от себя толкает тоже все это способствует козлению так называемому аппарат подпрыгивает после этого надо ручку прибрать к пузу резко чтобы не дать в аппарату высоко подпрыгнуть серёга ничего этого не сделал ручка как было вот видно было в балансирном положении даже чуть дальше наверно и так она в это примерно в этом положении находилась весь процесс падения как следствие потом опять второй раз падает только уже более жестко ну он не пострадал все хорошо хэппи-энд аппарат немножко повредился там винт покоться трассы задние порвало все как бы хорошо закончилось но правда серёга насколько я помню не участвовал восстановление аппарата и по-тихому слился и больше на полета не приходил кстати кстати к вопросу спрашивает почему такое дорогое обучение то есть 150 200 тысяч рублей а вот пожалуйста ученик аппарат разложил и до свидания ручкой помахал ушел и дальше клуб за свой счет устанавливает аппарат и такие случаи бывают нередко поэтому это ж надо все закладывать в цену обучение поэтому обучение дорогой сам по себе и двигатель авиационный дорогой у него ресурс не такой большой как автомобильного мотора и крыло ультрафиолет жрет и ученики способствуют всякими приключениями сокращению ресурса аппарата поэтому все это закладывается в стоимость ну и плюс риск все-таки у инструктора да если приложиться и человек себе там руку ногу позвоночник сломает инструктор же посадят правильно это что же надо закладывать стоимость поэтому вот стоимость обучения такая 150 200 может быть дороже тысяч рублей но она того стоит поверьте потому что вот помните ролик про березу где человек катал пассажирку залетел в березу то же самое как в кино но там хотя бы что-то пытался там газу дал шоу попытался уйти на второй круг это было конечно бесполезно но хотя бы что-то сделал но тоже видите человек не понимает как управляется пара что надо делать когда что-то пошло не так опыт 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 знания все это нужно это нужно учиться тренироваться вникать общаться среди авиаторов все не просто так это не снегоход нет не гидроцикл где упал отряхнулся трусы высушил и снова пошел кататься здесь так не получится вот серёге повезло максимум синяки там наверно были но бывает хуже вы это увидели уже вот в березу можно или еще во что-нибудь вмазаться поэтому учиться учиться еще раз учиться тогда будете летать и кайфовать и и и и